То есть это не журналистская работа, а антиукраинская работа. То есть, или журналист должен признать, что да, извините, люди, я... Витаем у украинцы и витаю пана Геннадию. Как вы правильно заметили, что в Донбассе власть Януковича, в наших украинских исконных казахских древних территориях, правило 17 лет. В Киеве она правила сколько там, 3-4 года. И ваше опение и мнение о журналистике, как она работает в Киеве, там сейчас, вы говорите, журналистика очень как бы слабо демонстрирует вот эти показатели журналисты. Действительно, система и группы Януковича, и олигархов донецких, она очень много лет правила в Донбассе, и поэтому все свободное поле, оно было зачищено за много лет. Самостоятельной мысли не допускалось. Допускались какие-то отдельные представители, которые были глазом вопиющего в пустыне. То есть, не сильно, очень слабый контент с людьми. Я вижу две проблемы. Я вижу две проблемы. Первая проблема, это в том, что события в Донбассе очень плохо и не полностью в настоящий момент освещаются украинской журналистикой. И когда жители, которые там находятся... Хотя бы в том же уже зачищенном украинской журналистике. Ну, давайте, это неважно. Даже в незачищенных местах, да, то есть, когда идет освещение действий, и люди, находящиеся внутри, люди с украинской позицией, они, читая украинские издания, иногда недоумевают, потому что то, что рассказывается в изданиях, это либо неполно, либо неправильно. Это очень плохо, потому что журналистика, она должна работать на аудиторию. И в состоянии войны журналистика украинская должна поддерживать вот ту часть Донбасса, которая за Украину. А этих людей немало. Именно как людской человеческий фактор. Конечно, потому что людям внутри, в условиях вот этой ДНР, очень тяжело. Им психологически тяжело. Тяжело просто выйти на улицу, существовать рядом с этими вооруженными людьми. И им нужна психологическая поддержка. А когда они включают телевизор, если они могут как-то через пунктовый канал, через интернет открыть, и они открывают украинские каналы, и видят, что там рассказывается на самом деле информация далекая от настоящего, то это очень обидно, и это очень унижает людей, и ослабляет морально. Это эгоцентрично со стороны Киева, прежде всего. Это эгоизм. Ну, понимаете? Потому что пафосно бегать с шароварными штанами и тут кричать «Ура!» на «Ура!», когда было опасно при Януковиче. Вызывает недоумение. Очень разница в том, что очень качественная украинская журналистика времен Майдана превратилась в абсолютно некачественную журналистику с настоящего момента по освещению событий в Донбассе. Когда, открывая либо интернет-издания, либо печатные, мы видим, что просто одно издание у другого перепечатывает одну и ту же новость. Иногда трехдневной давности. То есть мы не ставим под сомнение опасность. Опасность сейчас намного хуже, потому что там турсы, мурсы рвутся. Но тем не менее, ту информацию, которую получают, ее можно получать. Ее можно получать от людей по телефону, звоня туда. Можно организовывать какие-то пресс-конференции в скайпе с теми активистами, которые находятся в оккупированной зоне. И это все нужно делать. Это все делалось во время Майдана. Этого не делается сейчас совершенно. Ну и сейчас уже на зачищенных территориях вы говорите, что просто этим не хотят, они журналисты этим заниматься. Людьми простыми. Вторая проблема в том, что в настоящий момент на освобожденной территории Донбасса сейчас получился вакуум власти. Потому что у власти осталась городская администрация, почти везде и почти вся. Кроме нескольких человек, поставленных президентом, осталась администрация, которую выбирали на прошлых выборах. То есть это люди партии регионов. Они не имеют легитимности в глазах людей. И бегают с бывшими каналами Левочка, или Арбузова, или еще какими-то. Они были имея сотрудничать. На каналу 112 там репутатов. Да, бывший Арбузова канал. Как они героически противились Донецкой Национальной Республике, когда все люди прекрасно знают, что они с ними сотрудничали. То есть... В то же время, в то же время украинская пресса, вот недавно был сюжет Пятого канала в Краматорске, там, где бабушка спрашивала у корреспондента, они из России или он. Вот местные жители, с которыми мы постоянно общаемся, говорят, почему-то этот корреспондент Пятого канала людям представлялся как корреспондент Интера. Люди это совершенно не поняли. Кроме того... Он, наверное, подумал, что они ему больше чего-то плохого расскажут на Украину. ...четвертая власть. И любой корреспондент, попадая вот в эти освобожденные города, он является в глазах людей, активистов украинских, он является представителем новой украинской власти. ...четвертая власть, которая не должна быть той же просто властью денег. Люди приезжают, корреспонденты с Киева, и просто делают какие-то репортажи. Они должны вникать, они должны... Для этого нужно в голове что-то матное. Они должны начинать соединять нарождающиеся гражданские общества этих городов, выявлять активистов с активистами в Киеве, какие-то мостики делать, какие-то ниточки, и по которым... Для этого нужно знать политпсихологию, психологию просто. Президент объявил, что сейчас закончатся военные действия, и на освобожденной территории будут проводиться местные выборы. И как вы думаете, какие люди сейчас на слуху у людей? Это активисты ДНР. Объективно, да? Мы можем сейчас получить ситуацию, когда просто-напросто очень много людей проголосуют. Оденут украинскую шаровар, и пойдет как идеологический ДНР-овский очередной боец. Люди, которые сотрудничали с российской прессой, которые сотрудничали с оккупантами, но не светились явно. Они сейчас перекрасились. Надели на себя вышиванку и рассказывают, что они самые главные герои. Поляки их называют спящие шпионы. Украина действительно должна услышать голос Донбасса. Но не того Донбасса, который говорит устами Ахметова, и не того Донбасса, который стоит на баррикадах ДНР, а тех украинских людей, которые все это время были за Украину, которые поддерживали Украину и которые там остались. Вот этих людей нужно слушать, их голос выявлять и представлять сюда, в информационные средства в Киеве. Да конечно же, и следить за журналистским составом, чтобы он не бежал туда освещать политиков-олигархов, которые ему насыпят, как морской свинки, в террариуме. То есть облеплять нужно местных жителей, проукраинских хотя бы, воспитывать эту идеологию. И нужно четко понимать, что ни один орган местной власти в Донбассе, ни один бизнес на оккупированной территории в настоящий момент и в течение последних месяцев полутора не мог существовать без сотрудничества с ДНР. Либо платя финансовым побором, либо участвовав в управлении. То есть украинцы. Если украинский журналист приезжает в освобожденные территории, украинские, в Славянск, например, сейчас зачищен город, и начинает вместо журналистики, вместо идеологии, которой он обязан по своей форме и системе, по газете или еще где-то там, или он сам независимый, заниматься людьми вместо олигархов, которые туда пиарятся, или тех же самых политиков, или депутатов. Да, они хорошие люди, но они, депутаты, могут сами за себя постоять. А журналисты должны освещать людей, простых людей, проукраински настроенных, но у которых были ограничения 17 лет под Януковичем, под российской пропагандой путиновской, совершенно тупой, бестолковой, безмозлой. И сейчас они не могут противостоять. То есть, или журналист должен признать, что да, извините, люди, я тупой, у меня нет столько там знаний. Я проучился, просидел, за меня папа-мама дала в институт журналистичку. Воспитался я не журналистом, а журналистенышем. И приехал под олигархом работать, смотреть, как он булочки народу раздает, как он пиарится. И вот это я все освещаю. Это тупо, подло и негативно. То есть, это не журналистская работа, это чушь по полной. И это антиукраинская работа, потому что там гибнут люди и отдают свою кровь. А кровь это такая же красная кровь и такая же родна нам кровь. Потому что это люди решились пойти отдать, там свою кровь, жизнь там положить. Не за вас, журналистеныши. Редактор субтитров А.Семкин